друзья мы уже на нашей эре и можно сказать сейчас вот кстати я покажу это мне прислали подарок это мне на день рождения подписчики прислали подарок точнее сказать прямо ну это я знаю кто прислал то есть это флажки американские значки это до этого то лепить на всякие там куртки на этот раз такие вот зачем а а кто это потому что потому что человек знает что я патриот патриот мне страшно приятно у меня у меня действительно посмотрите флажок мне кажется все наши подписчики знают это причем это написано вот здесь вот это что такое сейчас стенд виз украин оставайтесь с украиной много нет войны наши флоридские номера просто на светофоре оставить виш украина наклеили вот так ребята но я вам так скажу это уже продаются вот такие наклейки да я вам скажу так ребята чтобы не было ни у кого на эту тему никаких гневных комментариев и обид имейте ввиду в сша люди изъявляют волю такую какую желают им я об этом всегда говорю что здесь люди имеют право высказывать то есть если здесь сейчас кто-то на самом деле наклеить значок россия там например а да я вам скажу вообще такие машины часто были с флагами россии с российскими номерами и так далее поверьте их тоже никто то есть не трогают ни тех ни других потому что человек у человека свое мнение и он имеет право его высказывать да другое дело совпадает на там с большинством или не совпадает это уже дела другие но то что люди как бы имеет право высказывать имеет право лепить наклейки в поддержку там не знаю любимой команды потому что когда здесь допустим события на кубе все лепили кубинцы все наливляли себе кубинские номера просто все соц кубы и так далее то есть очень много было и они тут вот просто толпами ездили и вообще моими принципе из кубинцев как бы изначально там до состоит из огромной диаспоры поэтому когда было и были события в сирии я заверяю здесь очень многие ездили с сирийскими наклейками понимаете вы думаете что и кстати говоря о том что вот очень много всяких высказываний на тему тоже там типа а почему вас не вы знаете вот просто не меня больше раздражает люди которые не читают и не знают истории к сожалению они самые знаете остервенело а как сказать остервенело тупые и самые кричащие потому что они не знают они просто не понимают как бы что происходит да или там какие и поэтому куча то есть в сша в свое время кто помнит те же самые войны во вьетнаме и так далее а были огромные антивоенные митинги просто колоссальный страну трясло на эту тему и люди высказывали свое мнение притом при всем что пели песни группы и прочее и я как бы на эту тему могу сказать что это было свободное волеизъявление то есть люди об этом говорили и государство их слышала в этот момент и все как-то сходило на нет и все приходил как поэтому те кто остервенело орут в одну или в другую сторону как бы ну я вот могу сказать узнать я вообще в настоящий момент мне хочется сказать намного больше чем я сейчас говорю я скажу честно и вы знаете что я всегда нас на нашем канале высказывал свою точку зрения сейчас я просто ни в коем случае категорически мне кажется сейчас самое главное не сеять рознь вот знаете вот как бы то ни было сейчас нельзя сеять гнев друг на друга на кого бы на кого бы он не был направлен в какую бы сторону не был направлен нельзя сеять гнев и поэтому то что как бы мы все понимаем что идет война эту войну надо остановить ну это факт а все остальное это лирика и отсутствие мозгов вот и все а собачка уже никому не зайдет ну и все поэтому здесь все просто мое мое мнение кто мое мнение считает я его высказал у себя на канале можете посмотреть я об этом сказал открытый готов заявлять его сколько угодно поэтому кто говорит не политизируйте ребят ну честно прекратите уже это ко всем пришло в любую как бы во все сферы как нам часто пишут не лезьте в политику так она же лезет к нам это по политику это это все что вокруг вас в этой связи нам знаете что нам очень жалко людей везде жалко людей люди которые теряют работу люди которые умирают людей которые убивают теряют какие-то возможности лечения кто-то понимаете на самом деле если бы человечество понимала какие беды если бы она обращалась ближе в историю всех войн всех без исключений и видел бы этот ад который показывают и сколько потом было сделано для восстановления мира для установления отношений международных вы все помните кто бы сейчас еще не горлопанил как открывался в москве 1 макдональдс как мы радовались что приходят в россию первые иностранные компании как они приходят технологиями с деньгами мы перестали жрать ножки буша и стали ну наши родители ok и стали как-то делать понимаете ну по-другому и все и вдруг мы многому научились мы стали ездить во всяким странам разным смотреть у нас было все доступно его при этом с удовольствием всегда возвращались к себе потому что у нас нам было это в свое это родное мы понимали что это классно все это было ребята все это было так зачем блять спрашивается это нужно разрушать вот в чем вопрос понимаете поэтому в плане где твоя родина сынок я уже всем давно тоже ответил я родился в узбекистане я украинец и при этом я прожил всю жизнь в россии кто я где моя родина вот где моя родина теперь понятно вот так вот и потому что здесь я кто я здесь который живет по тем законам и я с ними согласен что нельзя нападать друг на друга с оружием нельзя нарушать законы нельзя нарушать права человека можно высказываться на свои темы вот о чем речь идет вот об этом вся речь понимаете и поэтому политизируем и вы пойти вот у нас ролики сейчас не про войну и не о политике а и никто меня не может и обвинить что до этого момента как бы я там не высказывался я высказывался всегда и вы прекрасно это знаете поэтому то что я сейчас в некоторых роликах молчу там или это болин то что я честно все разговоры да и все об этом знают скрывать этого не стоит то что как бы я глядя на ролики орел решка птушкина баду его и были мы показываем то что я сижу и рыдаю вечерами блять прям плачу на взрыв понимаете вместе с ими со всеми потому что сука это невозможно ничего человечество нужно созидать создавать понимаете оно должно творить добро он должен развиваться и все делать во благо того чтобы никогда это не привело в обратную сторону и нет никакого никогда оправдание в убийстве людей и никогда не будет на этой земле оправдание этом любое зло будет наказано и обязательно будет наказано понимаете и добро всегда победит и поэтому самое страшное что сейчас может происходить то что все полетит в обратную сторону вот что страшно когда человек делает зло он должен понимать она обязательно вернется обратно в любой форме но она всегда возвращается поэтому люди творящие добро, они получают в ответ добро. Они делают больше добра, они делают лучший мир. Да, при этом это добро нужно охранять. И добро должно быть с кулаками, в обязательном порядке. Но, блин, на защиту, ребята, на защиту, только на защиту. Поэтому мы сейчас говорим о том, что выводы, как сказать, все делают сами свои. Но я свое слово по этому поводу всегда и везде говорю, честно. И я говорил это до этого, я говорю это сейчас. И ничего, вы думаете, что-то кто-то сейчас выиграет? Будут какие-то прекрасные моменты в плане того, что сейчас что-то произойдет? Нет, ребята, не будет. Все только теряют. Так зачем же это нужно было делать? Вопрос, да? Поэтому я считаю, что преступников нужно отдавать таких под трибунал. Их должны судить. Я не за расправу, я вам честно скажу, я не за расправу. Да, мы только сегодня это обсуждали. Мы обсуждали это. И как бы в этой связи... Не за расправу, а за наказание. Да, должно быть нормально. И честно, я вам скажу, у меня много на эту тему есть мысли, что как бы многие поступки, даже наказательные, они были крайне жестокие. История знает их все практически. Ну, вообще, люди образованные, люди, которые знают об истории, люди, которые погружены в бизнес, которые все-таки имеют какое-то, ну, какое-то такое вот интеллигентное суждение, которые не имеют страха, потому что это страшно. Я единственное, никого никогда не обвиню за страх. Я знаю, я... У меня очень много подписчиков, которые мне до сих пор на сегодняшний день пишут о том, что мы все понимаем, но нам страшно. И я не осуждаю никогда. Я не знаю даже, как бы я себя повел в этой связи, потому что страшно. Я напомню, кто не в курсе, у нас здесь политическое убежище. Мы точно знаем, о чем говорим, что такое страх, поэтому мы точно никогда никого не осуждаем. Поэтому, да. Мы уехали. Мы все, мы уехали. То есть вот... Я ни одного из вас, сидящего перед экраном и говорящего о том, что... Не осуждаю. Да, что... Ну, что я могу сделать? И я понимаю, ну, я не могу сказать, там, что сделать. Я высказываю свою точку зрения. И, честно, вот у меня есть люди, которые мне говорят, что, ты знаешь, я все понимаю и ничего не могу сделать. Это не в моих силах. И это честно, понимаете? Ну, это, сука, честно. Ну, прикрываться всем, чем угодно и оправдывать? Нет. Вот это не честно. Вот это вот не честно. Лозунги, противоречащие здравому смыслу и вообще всему человеческому, это не честно. Так же, как я вам приведу пример. Давайте, вот так вот, кто сейчас вдруг не понимает, о чем я говорю сейчас, и у них уже там все уже сало стекло в ботинке от гнева, да, то я вам объясню. Давайте вот представим ситуацию. У каждого есть семья. Есть муж и жена, есть дети, не знаю, да. И вот вы... Внуки. Да, и вы живете в семье, и вы в семье, ну, как все ругаете. Все мы ругаемся, у всех происходят конфликты. И вы начали сильно ругаться. Ну, в поведении того, что, знаете, там, по мордине шлеп, там, например, как следует, да, прям, ну, не знаю, до крови, например. Просто все бывает в жизни. И в этот момент, значит, приходят соседи, не знаю, кто-то, и начинают вас обоих бить. И того, и другого. Сильно бить. Прямо убивать, вот так в пол, втаптывая, бить ваших детей, разжигать квартиру, ломать все, что вы должны до этого. И говорить, что они вам в этой связи помогли не ругаться. Логика, понимаете? Где, сука, логика? Нет в этом никакой логики. Потому что вы его сами разобрались, вы завтра помирились бы уже. Вы это... Не надо лезть. Никогда все знают, что если двое ругаются, ни теща, ни тесть, ни свекровь не лезут. Все, кто залезут, все получат больше, и будет конфликт, чем... И виноваты будут. Да, и виноваты останутся в этом. Вот в чем смысл-то. Ну, это же элементарно. Я вам привожу на таких жизненных примерах. И учить меня там, как бы, всяким вопросом не надо. Потому что я точно умнее, вот так, скажем. И я в этом нисколько не сменеваюсь. Всем, как бы, учителям в жопу. Вот так прям я сразу отвечу. Поэтому, ребята, а тем, кто здравомыслящие люди, те, кто все это понимает, кто-то молчит, тот еще... Я знаю, я... Поверьте, вы думаете, я не переписываюсь? Здесь огромное число. Огромное... Если бы я мог показать, какое число я получаю сообщений везде, то вы бы просто офигели. И поэтому я вам так могу сказать, что я никому не желаю зла. Я очень... Я очень... Хочет сказать, что мы информированы. Да. Я как бы... Просто там часто бывает, типа, что вы там знаете? Вот мы информированы, поверьте. Настолько... Настолько, насколько мне позволят ценить... Вот логически я вам привел пример. Вот настолько я и делаю выводы. И мое мнение, что эти выводы, они, скорее всего, логично верны. И если я ошибаюсь в этом, я извинюсь. И самое главное, что мне кажется, еще один момент хочу обозначить, что если человек ошибся, и он признает это, даже не вовремя признает, это все равно лучше, чем просто, как бы, навсегда остаться тупо, как бы, делая вид, что ты тут прям вот это вот все. Поэтому нет, ребят, всегда можно предоставить, я был неправ. Люди обозлены, люди злые, люди уничтожают друг друга. Посмотрите, сколько конфликтов в семьях. Посмотрите, сколько конфликтов. Посмотрите, какой-то срач в комментариях. Господи, народ, вы че? А близкие, так, родители с родителями, близкие. Это же просто... Ребята, жесть, жесть. И поверьте мне, кто будет говорить, тоже еще есть мнение, там, да вот это, там, Америка, ребята, забудьте, я новости местные наши открываю, местные, я подчеркиваю, я не говорю про таблоиды великие, вот, я уверен, что в газете Саратова, ну, не знаю, там, какое там, Краснодара, или Иркутска, или еще где-то такое, ну, то есть, там, не знаю, любой сайт открывайте и посмотрите, что у вас там. Я не знаю, просто, не имею представления, я не лажу по этим сайтам, а у нас, вот, у нас там, украли гольфкар, например, была новость, у нас, как бы, происходит, да, крупные таблоиды, у них действительно есть определенное видение ситуации, разное видение, но в целом, как бы, мне кажется, что очень логичное мнение, я с этой логикой соглашаюсь, потому что, ну, мне кажется, это более логичное объяснение, что и как, поэтому, как бы, но при этом, это, поверьте мне, это не занимает основную часть жизни, то есть, сегодня, если взять в большинстве своем наше окружение, вот, наших там, neighborhood, да, я имею ввиду не русскоязычных, а американноязычных, то есть, англоязычных местных сообществ, ну, поверьте, многие из них даже реально не представляют так географии происходящего, просто, просто не представляют, люди увлечены своими заботами проблем, и это верно, абсолютно, понимаете, вместо того, что я уже как-то высказывался на эту тему, да, то есть, что происходит, когда человек начинает засираться, и вместо того, чтобы расчиститься, глядя на рядом соседей, которые живут чисто, они берут и бумажки, и через забор пытаются перекинуть, с обвинениями, да ты козел, да ты этот, да не надо завидовать, вы возьмите, расчистите, если сейчас один человек положит просто автомат, возьмет свой дом, заново покрасит, посадит траву, посадит помидоры, яблоки, испечет хлеб, накроет красивый стол, и если так сделает каждый, то все изменится, понимаете, всего-то, всего-то, что нужно сделать, все сразу изменится, и это тоже элементарно, а вместо этого, он начинает делать совершенно другие вещи, он начинает разрушать все вокруг, и ничего не прекращается в этой связи, понимаете, а себе, вот мой двор, мой дом, вот я вышел, я помогу соседям, я пойду в магазин, и скажу спасибо, я улыбнусь, я заплачу налог, потому что мой налог пойдет на эту, вот на эту дорогу, пойдет на боеспособную армию, пойдет на школы, вот что, вот в чем, как бы вопрос, понимаете, я понимаю, куда я это плачу, я понимаю, что я делаю, и... здесь, я так понимаю, каждый, и в случае какой-нибудь выбоины на дороге... собираю мусор во дворе, понимаете, вот я хожу, если собака гуляет, я мусор во дворе собираю, ну, кстати, не только ты, так делают многие, так делают многие, многие, понимаете, и когда мы с вами говорили, когда я говорю о том, что вы посмотрите, обратите внимание, ведь все говорят, да и у нас так же, что-то у нас тоже есть, здорово, ребята, здорово, конечно, здорово, но одно дело, как бы, когда это реально, а другое дело, когда это в голове вымышлено, это реально, это должно идти от души, должно идти постоянно, поэтому, как бы, сразу говорю, мы под этим видео, прям комменты закроем, честно скажем, да ладно, что закроем? не его я закрывала? я нигде не закрывала, что сейчас выпендриваться, закрывать буду? не, хорошо, я бы и раньше закрывала, но раз уж я не закрываю, я просто про ботов, то есть, очень много, вы знаете, еще хочу вам сказать, знаете, что делают, что делают люди, как бы, некоторые люди пишут от лица одних и других, то есть, допустим, человек сидя где-то в одной стране, пишет от лица другой страны, ну, или старания, и поэтому, таким образом, провоцируя, то есть, разжигая, и поэтому, здесь очень важно не поддаваться вот этим вот комментариям, раньше, боялись, например, говорили, что Зевс, там, небеса развергает, потому что вы что-то не так сделали, да, что дождь идет, это, то есть, ну, вот эти все вещи, которые, в принципе, своем, ну, люди, пока цивилизация не дошла до науки, они не понимали, и они этого очень-очень боялись, и, соответственно, люди, которые понимали, они этим управляли, говорят, видишь, блядь, там, гром гремит, молния, вот это Зевс на тебя разгневался, и люди там, о, все, давай, там, отдавали последнее, несли, да, там, все, вот сейчас примерно та же ситуация, вы понимаете, насколько, абсурдная ситуация, насколько, знаете, мне все время хочется, я все время пытаюсь говорить по-доброму, я все время говорю о том, что давайте добро, давайте друг другу надеть, давайте будем добрее друг другу по отношению к себе, давайте как-то каждый мир будет делать добрее, это будет лучше, но, блин, люди не слышат, зараза, понимаете, ну, не слышите, не приходится все-таки обращаться к правилу, что добро должно быть с кулаками, и вот как-то не так не получается все время, потому что кого-то приходится потом принуждать, чтобы все-таки были этот, но, блин, ребят, принуждается по-другому, сегодня цивилизация, 21 век, никого убивать не надо для того, чтобы принудить, понимаете, сегодня много очень возможностей у цивилизованного мира решить вопрос по-другому, да, как бы, тоже болезненно, но, блин, по-другому, не убивая людей, понимаете, вот об этом речь есть, есть моменты, когда нужно сказать ай-яй-яй, надеть наручники, да, и все-таки посадить в тюрьму, и вот так человек должен надуматься, но посадить тюрьму не потому, чтобы ему было очень сильно плохо, чтобы человек одумался, понял, то есть, это очень-очень такой момент цивилизованных решений, которые, и чем больше как бы мир идет дальше, тем меньше таких моментов должно создаваться, прецедентов создаваться, в общем, я вам скажу так, что ситуация, которая сейчас происходит в мире, я скажу в мире на самом деле, это, это крайне, крайне печальная ситуация, особенно для участников, и она будет сказываться надолго, даже если сегодня или завтра все прекратится, то, то как бы, я думаю, что уже годы уйдут, десятилетия, ребята, десятилетия, и пока кто-то куриными мозгами не понимает, что произошло, я им очень сочувствую, в какой степени кризис ожидает, да, то есть, вся, как бы, сегодня бизнес-элита, посмотрите, ребята, ну вы же, я еще раз говорю, я не советую доверять, там, не знаю, ютубу, или инстаграм, но сопоставляйте факты, думайте сами, все просто, на самом деле, все, сука, просто, нету ничего в этом такого глобально сложного, я понимаю, что есть подковерные войны, я понимаю, что есть совершенно другие задачи, цели и прочее, но убивать людей, ни в чем не повинных, гражданских, это, это, ребята, абсурд, и это то, что должно быть наказано, как преступление против человечества, и обязательно будет наказано, вот поверьте, этот ролик мы с вами посмотрим, когда уже, наверное, все закончится, еще раз, Лена, наверное, прям вырезку сделает, и я думаю, что я не пророк, я просто мыслял логично, и логически, и вот тогда, как бы, если, конечно, будет еще ютуб, везде, потому что, возможно, его и не будет, да, и, кстати, людям, которые, тоже, еще один момент, ребята, кто думающие, вменяемые, могу сказать так, очень много слухов на тему отключений, и так далее, то есть, на сегодняшний день, я вам так скажу, что пока что, ну, на сегодняшний день, из всех ограничений, это запрет на монетизацию, на монетизацию, государственных СМИ Российской Федерации, на продвижение в Фейсбуке, это пока единственное ограничение, на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, сегодня у нас какое, двадцать, двадцать, третье, какое двадцать, третий марта, то есть, нету, то есть, все остальное, это сказки и россказни, как бы, то, что не загружается картинка, что это, это ограничение там, не здесь, поэтому, все остальное, да, да, я не знаю, как бы, насколько, насколько вообще эта тема сейчас там витает в воздухе, но, ребята, тема серьезная, абсолютно, и, знаете, что вот в этой серии тоже самое страшное, что сейчас страдают уже везде, уже везде, самые простые люди, самые простые люди, вот такие, как мы, как вы, вот такие вот, и вот они страдают, и они больше всего теряют, и они уже потеряли, и по обе стороны, и это страшно, и это очень печально, и поэтому, как бы, делайте выводы, ребята, делайте выводы сами, понимаете, главное, не дайте себя обманывать, не становитесь просто баранами, понимаете ситуацию правильно, и если люди, кто не может поддержать, просто молчите, в конце концов, ну, просто молчите, не надо горлопанить, не надо призывать, не надо, этот, иначе, это все будет возвращаться, всем будет возвращаться зло, запомните, закон сохранения энергии, энергия отданная, она никуда не исчезает, она обязательно вернется, вот какую энергию вы отдаете сейчас, конкретно этому экрану, вот она же к вам и вернется, поэтому, мы вам желаем, добра, искренне, вот, от всего сердца, я желаю вам все, вы знаете нашу эту шутку, добра, сейчас это не шутка, мира, добра, сострадания, терпимости, вот всего этого, я вам желаю искренне, и я желаю, чтобы у всех все наладилось, у всех все стало, все хорошо, я вам отдам положительный много энергии, вот прямо вот через этот экран сейчас, и я не знаю, сколько народу эту энергию, как бы примут, и она до них дойдет, но до кого дойдет, вот я вам ее отдаю, поэтому, пожалуйста, ребята, будьте добрее, уйти, как бы терпимее, включите сострадание, и включите мозги, пожалуйста, ладно, все, друзья, всем пока-пока, увидимся с вами, дай бог, увидимся, совсем скоро, я каждый день думаю, я не знаю, меня штормит, постоянно выкладывать ролики, не выкладывать, снимать, не снимать, монтировать, не монтировать, но я не пропустила еще пока ни одного, и держусь, и не пропущу, пока существует YouTube, пока мы с вами есть друг у друга, обещаю, буду выкладывать ролики, во что бы то ни стало, каждый день по расписанию, если у вас не будет YouTube, это не мы не выложили, это не мы виноваты, да, надеемся, что он будет, и что мы с вами будем так же встречаться, на том же месте, в тот же час, всегда, все, давайте, друзья, все, до следующего блога, пока-пока,